Осадки в виде штукатурки и падающих люстр. Жители двухэтажки в Зайльцовском районе Новосибирска с тревогой встречают сезон осенних дождей. В доме с обшарпанными подъездами и старыми перекрытиями вдобавок ко всему протекает крыша. Управляющая компания пытается решить проблему с заплатками. Тему продолжит Александр Попов. Кузьмы Минина 10. Два месяца назад нам пообещали, что крышу попробуют залатать, а в квартирах жителей восстановят потолок. Но ВОЗ и ныне там. Поставили временные заплатки, качество которых оставляет желать лучшего. А в квартирах вообще отказались что-либо ремонтировать по причине неправильной эксплуатации люстры. С февраля почти каждый день семья Петровых сметает утеплитель, детали перекрытий со своей кухни. После нескольких падений люстру уже и не устанавливают. Опасно для жизни. Даже дверь поставили, чтобы ребенка не пускать на кухню, чтобы на нее всякие камни оттуда не валились. Ну, живем пока вот так. В августе управляющая компания «Сибирский сервисный центр» обещали вернуть освещение, заделать крышу. Хотя бы временно, до капремонта, который пройдет в 2023 году. ЖЭК нам сказала, что опять вернут люстру. Ничего нам не сделали позавчера. Нам только еле как залатали. Все так же сыпется и все вот в таком же состоянии. Так же камни валятся. Как директор ЖЭКа утверждает, что якобы у нас люстра не на том месте висит, что мы ее дергаем и мы в итоге сами это все сделали. По этой же причине и потолок штукатурить не стали. Но за два дня до приезда съемочной группы зияющие дыры все-таки заделали. К примеру, вот здесь заткнули утеплителем. Трещины на крыше залепили клейкой лентой. Оценивать строительные работы нам, как не специалистам, сложно. Однако даже непрофессионалам понятно, что вот так крыша не то что до капремонта до весны не простоит. Бросили досточки, сверху две лопаты песка, старый рубероид, ну а крышу так и не починили. Утеплить скоро зима, морозы. Куржак будет на кухне. Как раз мы сидим над кухней и это будет все промерзать насквозь. Утро встанут, встанем будет очень прекрасно и не на потолке. Из-за отсутствия руководства официальный комментарий нам записать не удалось. Однако в разговоре без камеры специалист УК объяснил, что не видит никаких проблем. Как только начальство вернется, все эти небольшие недоделки будут в скором времени устранены. А проблему неправильной эксплуатации люстры в УК рассмотрят индивидуально. Александр Попов, Константин Менин, Новости ОТС.